Максим Киселёв. Марафон лидерства. Путь к цели для тех, кто плывёт против течения. О дивный новый мир. Глава первая. К старту шестой, последней игры, Гарри Каспаров был эмоционально истощён. Его поведение кардинально поменялось по сравнению с началом турнира. Во время первых партий он улыбался, с удовольствием позировал перед камерами. Обдумывая ходы, он медленно прохаживался на возвышении, где стоял игральный стол. С чувством собственного достоинства, уверенный в себе профессионал, мастер своего дела, лучший в мире. Лучший среди шести миллиардов человек. Он знает, что делает. Противник может сколь угодно долго трепыхаться. Победа всё равно останется за мастером. После второй партии всё кардинально изменилось. Резкие нервные движения, блуждающий взгляд. Впоследствии Гарри Каспаров признался, что исход всей игры был предрешён именно в этой, второй партии. Это было выше моего понимания. После второй партии матч был практически окончен. В шестой, последней игре, было сделано всего 19 ходов. На восьмом ходу противник жертвует конём. Однако уже после десятого хода Каспаров пораженчески обхватывает голову руками, затем что-то говорит себе под нос, качает головой, как бы отрицая происходящее. Он улыбается. Но это горькая улыбка утраты. Противник играл жестоко и беспощадно. На восемнадцатом ходу Каспаров потерял ферзя, на девятнадцатом признал поражение. Его войска дезориентированы, его фигуры мешают друг другу. У противника никаких эмоций, только цель и поступательное движение к ней, чего бы это ни стоило. Противник играл будто машина. Он и был машиной. Её имя — Дибблю. После матча Каспаров еле сдерживал эмоции. Он не верил, что против него играл компьютер. Он был уверен, что соревновался с командой, состоящей из лучших гроссмейстеров мира. Машина не способна так играть. Разве она может чередовать сильные дьявольские изобретательные ходы с откровенно слабыми, можно даже сказать, глупыми? Разве может машина пожертвовать сильной фигурой уже на четвертом ходу партии? Зачем? Для чего? Не для того лишь, чтобы вывести Каспарова из эмоционального равновесия? Почему в последней, решающей игре, машина, не задумываясь, пожертвовала конем? Ведь даже самый примитивный домашний компьютер не сделал бы такой откровенно слабый ход. Вся логика шахматной игры и здравый смысл запрещают подобный сценарий. Машина не просто просчитывала ходы со скоростью 200 миллионов операций в минуту. Она самообучалась в режиме реального времени. Но победу ей обеспечила не эта. Машина самообучалась играть и выигрывать против одного конкретного человека. Против Гарри Каспарова. Она играла против действующего чемпиона и только против него. Будь на его месте другой человек, ходы машины были бы другими. После проигрыша Каспарова мир вздрогнул. Человека обыграла машина, которую он же и создал. В дело пошли истинно человеческие орудия. Чувства, эмоции, страх и тщеславие. Именно с этого момента начался отчет нового мира. Мира. В котором технологии с каждым днем становятся все умнее. А люди глупее. Добро пожаловать в новый дивный мир. Новый мир. Вука. Наша молодежь любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальством. Нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами. Они не встают, когда в комнату входит пожилой человек. Перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие. Сократ. Пятый век до нашей эры. Итак, с 1997 года мы живем в новом, непривычном для нас мире. Конечно, надо признать, что каждое поколение бурчит с ностальгией, вспоминая времена своей молодости. Мир уже стал другой. Раньше и вода была чище, и снег был белее, и прочее. Именно подобные сожаления и высказал Сократ 2500 лет назад. Но все же за последние четверть века мы попали в волну серьезных изменений. Редко, когда в истории человечества сталкивалось с подобными вызовами. Сегодня компьютеры решают задачи, которые ранее были им не под силу. Это творческие задачи. Представьте себе ситуацию. Вы являетесь участником шоу, в котором обсуждается какая-то животрепещущая проблема. В отношении этой проблемы есть две противоположные точки зрения. Например, есть Бог или нет Бога. Однополые браки нужно разрешить или запретить, и что-то подобное. На сцене два человека. Пусть это будет мужчина и женщина. Они оба высококлассные эксперты в этом вопросе. Мужчина отстаивает одну точку зрения, женщина – противоположную. Вы слышите аргументы обеих сторон. Но только в отличие от обычных дебатов. В этом шоу вы не видите спикеров. Они скрыты за большим занавесом. По итогам дебатов вы отдаете свой голос за ту или другую сторону. Выигрывает тот, кто набрал больше голосов. И вот вы видите, что с большим перевесом победила женщина. За нее отдали свои голоса 80% зрителей. Занавес поднимается, и вы видите, что вместо женщины участником дебатов был компьютер. Что произошло? Признайтесь честно. Далеко не всегда мы отдаем свой голос за того, кто предлагает больше аргументов или чьи доводы более рациональные. Нет, это не так, и многочисленные исследования это подтверждают. Мы отдаем свой голос за того, кто нам больше симпатичен. И в этих дебатах компьютер, который говорил женским голосом, не стремился привести как можно больше аргументов, статистических данных и прочего. Его целью было не переубедить оппонента, но понравиться вам. Для достижения этой цели он использовал изощренные переговорные технологии. Например, больше слушал, чем говорил, задавал вопросы, включал активное слушание, проявлял эмпатию и прочее. При этом плавно и незаметно, ни для оппонента, ни для зрителей, вел дискуссию в нужном для себя русле. Как результат, зрителям он показался более симпатичным собеседником, и они отдали свой голос за него. Я лично столкнулся с превосходством искусственного интеллекта в решении творческих задач относительно недавно. Будучи членом одной команды тренеров, я был приглашен на фотосессию. Я оделся так, как обычно одеваюсь на светские мероприятия. Пиджак в стиле casual, джинсы, ботинки. При входе в студию я сразу заметил на себе пристальный взгляд со стороны фотографа и организатора фотосессии. Они о чем-то посовещались, при этом несколько раз поглядели в стоящий на столике ноутбук. Потом подошли ко мне и сказали, что вместо джинсов и пиджака мне нужно надеть черную майку, черные брюки, накинуть на шею худи и обвязать рукавами шею, а также надеть очки. Я не ношу очки. На мой немой вопрос они ответили, что программа, которую они используют в подобных случаях, считает, что так я буду выглядеть более убедительно. Это что же получается? Не я решаю, как мне одеться. Не организатор фотосессии. А какой-то ноутбук. Да уж, действительно технологии становятся умнее. Умнее с каждым днем. Естественное следствие бурного развития технологий – снижение когнитивных способностей человечества. Сразу оговорюсь, это не означает, что мы как вид тупеем и становимся хуже. Естественным образом снижаются те способности, которые становятся невостребованными. Ничего такого неожиданного тут нет. Если вы будете месяц лежать на диване, ваше сердце уменьшится в размерах на 40%. Если вы не будете тренировать мозговые мышцы, они точно так же усыхают. Вот доказательства. Из любого ряда люди в среднем могут запомнить 7 плюс-минус 2 элемента. Если я назову вам 20 мужских, женских имен, городов, стран, цифр, вы запомните 7 плюс-минус 2. И так было до 2007 года. Соответствующие исследования когнитивных способностей людей показывают, что с 2007 года этот показатель упал до 4 плюс-минус 2. Прилично. Почти в два раза. Кстати, примерно в 2007 году смартфоны начали активно завоевывать рынок. Действительно, сегодня нам нет нужды запоминать. Если у ваших родителей в детстве был дома телефон, уверен, они до сих пор помнят его номер. Прошло лет 30, а они до сих пор помнят. А вот номер телефона супруги или супруга не помнят. Как и номера своих детей или родителей. А зачем ведь все номера у нас записаны в телефоне? Вот и снижается наша способность запоминать. И много чего другого. Ориентироваться на местности, есть навигаторы, правильно писать, текст в сообщениях и текстовых редакторах исправляется автоматически. Считать в уме есть калькуляторы. И, увы, читать. Вот в таком мире мы живем. Новый мир претерпел настолько кардинальные количественные и качественные изменения, что ряд исследователей даже придумали для него специальное название. Вукомир, что является калькой с английского VUCA. Данный термин есть аббревиатура следующих важнейших характеристик. Volatility, uncertainty, complex, ambiguity. Нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный. Давайте разберемся, чем же характеризуется этот новый мир VUCA. Нестабильный. А что, разве раньше было стабильно? Нет, конечно. Но изменились силы, которые эту нестабильность вызывали. Если раньше мир терял стабильность под влиянием внешних причин, похолодало, хищники пришли, засуха и прочее, то в VUCA мире сами изменения вызывают новые изменения. То есть процесс изменений уже идет без нашего человеческого участия. Мы можем влиять, но мы не играем определяющую роль. И проблема здесь в том, что эти изменения происходят очень резко. Насколько резко? Представьте себе салфетку. Самую обычную столовую салфетку. Ее толщина примерно 0,2-0,3 мм. Вот я сложил ее в два раза. Толщина увеличилась вдвое. Еще в два раза. Еще. И так далее. Да, больше чем в семь раз я не смогу ее сложить. Сил не хватит. Но представьте себе модель. Предположим, я смог сложить эту салфетку 35 раз. А теперь вопрос. Какова будет толщина получившейся стопки? Будет ли она выше, чем половина моего роста? Или ниже? Постарайтесь не считать на калькуляторе или в телефоне. Представьте в уме, каков может быть ответ. Может быть больше 10 сантиметров? А может быть больше метра? А теперь внимание. Правильный ответ. Держите за стулья. Более 10 километров. Вот такие тренды сегодня. Повсюду вокруг нас.